Футбольное состязание среди команд коррекционных школ Одинцовского района проводится третий год подряд. В нем принимают участие не просто школьники, а настоящие спортсмены. Для того, чтобы достойно выступить в турнире, ребята тренируются в своих образовательных учреждениях. После уроков по несколько часов осваивают разные виды спорта, в том числе и футбол. К нам приезжают не только на мини-футбол. В декабре у нас традиционно фестиваль проводится. В этом году и теперь будет ежегодно в апреле месяце у нас спортивный праздник в честь олимпийского чемпиона Куренцова Виктора Григорьевича. И вот в этих соревнованиях всегда дети участвуют у нас тоже с этих школ. В этом году участие в турнире принимают шесть команд, по две от каждой школы. На поле игроки коррекционных школ «Гармония, Надежда» и школы имени Фурагиной. Возраст 10-14 лет и 15-17. Единственной девушкой, решившей сразиться за призовые места в турнире в составе сборной школы Фурагиной, стала Диана Мажухина. Спортсменка играет не только в футбол, но и настольный теннис. И уже победила в первенстве Московской области. Пас даешь? Да. Забиваешь? Ну, когда как. Футболисты школы-интерната Фурагиной принимают участие не только в районных соревнованиях. Они составляют костяк сборной, которая выступает на различных спортивных турнирах. С 2014 года ребят тренирует учитель физкультуры Владимир Статилко. В этом году, весной 2018 года, мы ездили на областные соревнования по мини-футболу в Щелково. Ребята на одном турнире заняли первое место, на втором турнире второе место. По регламенту каждой команде предстояло сыграть друг с другом. Победитель определялся по количеству побед. Первое место среди старших команд заняла Староградковская школа-интернат Фурагиной. Лучший результат в возрасте 10-14 лет показали футболисты гармонии. Организатор турнира клуб спортсменов-инвалидов «Одинец» никого не оставил без призов и подарков. Мария Подъеполевская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова